Привет-привет! Сейчас будем готовить салат Оливье. Это самый крутейший салат майонезный, который может быть, который был в бывшем Советском Союзе, и который обязательно был частью, неотъемлемой частью, всяких застольев, особенно новогодних. То есть он всегда там присутствовал. И сейчас у нас и у моих родителей всегда он есть. Поэтому для начала нам надо поставить картошку, сварить и яйца. Яйца наши сварились, сейчас они немножко остынут. Мы их залили холодной водой, чтобы они хорошо отслаивались. И будем их чистить. И так же картошка уже сварилась, сейчас тоже будем ее чистить. Сейчас мы будем резать все наши ингредиенты на Оливье. и в этом нам поможет наш друг Зеллер. И посмотрим, как он с этим справится. Давайте начнем с картошки. Берем картошку, ее можно было немножко надрезать. Ну и сделаем так. Так. Берем наши говинки. И вот он ее режет кубиками. Ну теперь здесь надо вот таким вот образом достать эту картошку. Очень осторожно, чтобы пальцы не порезать. Вот. Есть. Следующим делом возьмем огурец. И вот получились уроки от кубика. Довольно-таки маленькие. Но плюс в чем, они все однообразные. Теперь возьмем пару яиц. Сразу. Раз. Два. И посмотрим, что нам покажут наши яйца. Они уже сразу перемешиваются и тут с яйцом, с огурцом и с картошкой. Ну и вот яйца. И то же самое. И то же самое. Следующим гигиентом берем колбасу. Вообще не колбасу, а что это такое? Она у нас не идет. Сейчас. Убираем немножко, подзабилась. Что-то этой резалке сложно справиться с колбасой. Колбаса это уже остается. Не идет колбаса. Колбаса не пошла, придется нарезать вичную. Не пошла колбаса, она не пролазит через тефили. И балык не пойдет. Не пойдет. Попробуй вот эту. Варенку всегда делаем. Варенка пойдет, а эта не пойдет. Только это ветчина. Колбаса уже резана. Давай. А ты включила? Снимает? Смотрите, у нас так не пошла, то ветчина и оваренка по-любому пойдет. Смотрите. Оно порезанное. Как оно? Ну, довольно-таки мелко. Как сказал один из подписчиков, сказал, что это не Оливье, а Дресдула. Это у них так блюдо называется. И наши огурчики сейчас туда полетят. А ветчину придется дорезать вручную. Видите, не прокатило. Ну, а с огурчиками со всем этим справляется на ура. Все. То есть, представьте, насколько упрощает задачу. Ну, давай попробуем. Если нам подсказывают, хочет попробовать ветчину заснуть. Но она не пройдет. Это балык. Балык не пройдет. Не пойдет точно. Все. Ну, в общем, с такими задачами, чем справился, тем справился. Немного мы забабахали на нашем блендере. Но что-то оно прям совсем мелкое. Мы как-то не захотели. Поэтому будем сейчас резать ножом. Пускай будут кубики. Или пусть. Или пускай. Как правильно. Будут наши кубики чуть-чуть больше. Вот так можно, да? Будет повкуснее. Сейчас мы нарежем колбасу. Потом я вам покажу, как круто. Еще можно порезать картошку и яйца. Супер способ будет. И вот у нас колбаска. Пусть будет больше. Попала вам в рот колбаска. И вы прям почувствовали, что это колбаска. Она у нас просто, вы смотрите, может кубики большие. Она просто тонко нарезана на слайсере. Мы сразу в супермаркете просили, чтобы нам порезали ее. И нам ее порезали. И у нас получилось ее пару килограмм, что мы перестарались. Короче, все бабки ушли на колбасу. Готово. И плавненько сейчас, плавненько, плавненько. Переходим к картошке и к яйцам. Яким его частью кухни является вот такое вот приспособление. Китайское. Но оно сверх крутое. У нас, правда, только китайское. Можете есть и ключи. Берем яйца и режем. Раз, два. И нам надо его вот так сделать. И еще раз. Есть. И теперь ставим его вот так. Следующая манипуляция у нас такая. Так сразу в кастрюльку давай. Сразу в кастрюльку? Ну да. Следующая манипуляция у нас такая. Просто туда выдавливаем. Раз. И получилась у нас дрыздула. И это выпало у нас. Ну все равно это быстрее, чем ножом. Я могу сказать... Вот посмотри сюда. Вот эти кубики хорошие. Смотри. Я могу сказать, что ножом вы порежете не лучше. Могу поспорить. И так же самое мы берем картошку. Да какую? Вот эту давай возьмем. Или ладно, какая разница. Разрезали ее. Теперь режем на вот такие дольки. Короче. Короче. Кружочки. И выдавливаем ее туда. Раз. Все. И вот таким образом делаем все на оливье. То есть с помощью вот этого кружочка у вас оливье будет сумасшедше крутое. Прошу посмотреть сюда. То есть как можно видеть, мы уже заменили нашу маленькую кастрюльку на огромную кастрюлю. Что-то мы не подрассчитали. Поэтому оливье будет есть сегодня пол дома. И пойдем раздавать соседям. Вот. Берем наш огурец. И вот таким вот образом я режу огурец сюда. Если, конечно, не применять кухонный комбайн. Так. Но огурец, кстати, он там нормально резет вообще-то. Огурец режет нормально, но тоже мелковато. И потом вот таким образом. Раз. Два. Три. И здесь можно четыре. Есть. Все. И теперь вот так. Конечно, это гораздо дольше, чем бы вы это делали на... Вот смотрите, какие они получаются. Если бы вы это делали на комбайне, у вас было быстрее. Но у нас на комбайне кубики такие большие не получаются. Поэтому приходится так делать. Поэтому нужно купить новый комбайн. Новый комбайн, да. Ну, купим когда-нибудь. Как раз богатеем. Как будет миллион подписчиков. Все. Здесь делаем так же самое. Убираем попку. Раз. Два. Три. И поехали теперь. Есть. Это режем таким образом. И теперь порежем немножко ветчины. Будем резать два кусочка вместе. Теперь нам надо вот эту шкуру убрать. Убрали. Убрали. Можно, конечно, ее почистить, но мне было проще таким образом сделать. И теперь режем на кубики. И будет наше оливье отдавать немножко копченостями. Все. Ой. Шкуру надо потом доем. Все. И таким же самым образом дорезаем все это, чтобы у вас было ведро олива. Сделали мы нашу величайшую нарезку. Вот. Мисочка получилась немаленькая. Я бы даже сказал огромная. Самая большая, обратите внимание. Майонез мы используем торчин европейский. Я, кстати, недавно заметил, что есть не просто майонез, а какой-то майонезный соус. Ну, с виду просто он белый, как майонез. Я так и не понял, что это такое. Какой-то дешевый или дешевый. Но это, по-моему, тоже торчиневский был. И теперь все это тщательно перемешиваем. Единственное, что мы сюда не добавили, так это горошек. Завтра, наверное, досыпем, да, пару баночек сюда? Нам же не хватает оливьешки. Нет, не надо горошек. У нас Кристина, батя, очень любит оливье. Поэтому, наверное, мы ему сложим тарелочку или плошечку, да? Пускай заедет завтра, например. Или можем сами к ним съездить и отвезти им оливьешки. Он вообще прям оливье ест и днем, и ночью по пять раз, если он и есть. И в ресторане, и везде. Да, оно точно не пропадет. Ну, вот пачулечка майонезика сюда ушла. Да? 580 грамм. 580 грамм майонеза ушло в это корыце. Новый год. Я вам вообще могу сказать, чтобы вы знали, есть еще одно название салата оливье. Это название кто-то ел. Вы сами понимаете, почему это название так к нему прилипло. Вот, в принципе, все, оно и готово. Можно подавать на наш новогодний стол. Жалко, еще не Новый год. Пислось. Его бы немножечко еще остудить в холодильнике. Все, мне вот это хватит, я больше не съем. По крайней мере, сегодня. Сейчас. Погнали на стол. Наконец-то мы присели. Конечно, гораздо проще купить оливьешку эту где-то. Хорошая. Еще немножко остынет, будет холодная. Будет вообще непревзойденный вкус. Многие сюда добавляют мясо, курицу, яблоки. Что еще? Гороший. Морковку. Кто-то делает со сметаной. Кто-то посыпает зеленью. Вообще, я вам могу сказать так. Для домашнего пользования вообще это все не важно. Важно, чтобы вы дома это готовили с удовольствием. Со своей семьей. Со своими детьми. И потом все вместе это кушали. Вот это важно. И это должно вас изнутри цеплять. И вы должны ощущать эти моменты. Моменты счастья, когда вы это делаете, готовите. И будет у вас тогда все хорошо в семье. Ну и чтобы быть здоровым, поменьше ешьте. Субтитры сделал DimaTorzok